За завтраком Септа Мордейн сообщила Сансе, что лорд Старк уехал с королем. «Наверное, они охотятся. Говорят, в этих краях до сих пор обитают дикие зубры». Санса, подкармливая сидевшую под столом леди, вздохнула. «Я никогда не видела зубра». Волчица элегантным движением приняла еду из руки Сансы. Септа Мордейн неодобрительно фыркнула. Благородная леди не кормит собак под столом. Санса заметила, что это не собака, а лютоволчица, и отец разрешил их держать. Но Септа не смягчилась. Она говорит, что Санса хорошая девочка, но когда речь заходит об этом звере, то становится упрямой, как Ария. Кстати, где она? Санса сказала, что Ария не голодна, но понимала, что сестра ее, скорее всего, давно пробралась в кухню и заставила поваренка накормить ее. Септа просит Сансу напомнить сестре, чтобы она сегодня оделась получше. Сегодня они поедут с королевой и принцессой Мерцеллой и должны выглядеть как положено. Санса уже выглядела прекрасно. Она до блеска расчесала волосы и выбрала лучшие голубые шелка. Этого дня она ждала неделю. Ехать с королевой – великая честь. К тому же, там будет принц Джоффри, ее жених. Мысль эта вызвала в ее душе трепет. Хотя до брака оставались еще годы. Санса почти не знала Джоффри, но уже влюбилась в него. Именно таким она и видела своего принца. Высоким и сильным, золотоволосым красавцем. Она ценила каждую возможность провести с ним время. Пугала ее лишь Арья. Она всегда умела все испортить и никогда нельзя было предсказать, что она выкинет. Санса неуверенно проговорила, что скажет Арье, но понимала, что та оденется, как всегда. Она нашла сестру у берега Трезубца. Арья вычесывала грязь из шерсти Немерии, пытаясь удержать ее на месте. Люто-волчице не нравилось это занятие. Арья была в той же одежде, что вчера и позавчера. Санса предупредила сестру, чтобы она надела что-нибудь покрасивее, ведь они будут ехать в повозке королевы. Но Арья заявила, что она с ними не поедет. Они с Микой идут искать рубины. Какие рубины? В недоумении спросила Санса. Арья посмотрела на сестру, удивляясь ее глупости. Рубины Рейгара. Это как раз то место, где король Роберт убил его и захватил корону. Санса посмотрела на младшую сестру и сказала, что она не может ехать за рубинами. Их ждет принцесса. Но Арья заявляет, что ей там неинтересно. В повозке нет окон, оттуда ничего не увидишь. А что ты хочешь увидеть? Вокруг поля, фермы и крепости, возмутилась Санса. Такое чудесное приглашение, а глупая сестра все портит. Этого она и опасалась. Арья с ней не согласна. Если бы ты иногда ездила с нами, то увидела бы «ненавижу верховую езду», раздраженно ответила Санса. После нее чувствуешь себя грязной, пыльной и тело болит. Арья сказала, что пока они пересекали перешеек, она насчитала 36 видов цветов, которых никогда не видела. А Мика показал ей льва ящера. Санса поежилась. Они 12 дней пересекали перешеек по дороге через болото, и каждое мгновение казалось ей ненавистным. Воздух был сырым и липким. Они не нашли места для лагеря и заночевали прямо на Королевском тракте. Густые чищобы, наполовину утонувших в воде деревьев, стискивали дорогу. С ветвей свисали наросты грибов. Огромные цветы плавали в лужах стоялой воды, и всякого, желавшего сорвать их, ожидали трясины. На деревьях были змеи, а льва ящеры плавали, напоминая черные бревна с глазами и зубами. Но Арью ничто не могло остановить. Однажды она вернулась с улыбкой во все лицо, лохматая и грязная, но с букетом цветов для отца. Санса надеялась, что он велит Арии вести себя, как подобает леди, но отец не поругал ее, а обнял и поблагодарил за цветы. Это еще больше расстроило Сансу. А потом оказалось, что эти цветы называют жгучей цветом, и руки Арии сперва покраснели, а потом на них выступили волдыри. Санса надеялась, что это образумит сестру, но та лишь смеялась и вымазала руки грязью, словно селянка, потому что ее приятель Мика сказал, что так можно остановить зуд. А еще на плечах и руках Арии были синяки, но Санса не знала, где и как Ария заработала их. Ария вычесывала Нимерию и рассказывала, что на прошлой неделе они нашли башню с призраками, а до того гоняли табун диких лошадей. Санса напоминает сестре, что отец запретил им оставлять отряд, но что Ария, пожав плечами, сказала, что она далеко не отъезжала, к тому же Нимерия всегда с ней. А иногда Ария просто едет среди фургонов и говорит с людьми. Сансу раздражали люди, с которыми любила разговаривать Ария. Конюхи, служанки, свободные всадники неизвестного происхождения. Ария умела подружиться со всеми, а этот Мика был еще хуже. Сын мясника, 13-летний дикарь, от которого пахло бойней. Только от одного его запаха Сансу тошнило, но Ария явно предпочитала его общество. Терпение Сансы кончалось, она жестко сказала, что Арье придется пойти с ней. Их ждет септа, да и королеве она не может отказать. Ария словно не слышала сестру, она налегла на щетку, Нимерия заворчала и вырвалась. Санса продолжала свое, там будет лимонный пирог и чай. Леди припала к ее ноге, Санса почесала за ушами волчицы, посмотрела, как Ария ловит Нимерию и спросила, зачем нужно ездить на старой вонючей кобыле, зарабатывать синяки и потеть, когда можно отдыхать на подушках и есть вместе с королевой. На это Ария спокойно сказала, что ей не нравится королева. Санса задохнулась, потрясенная тем, что Ария запросто сказала такое, но сестра продолжила. Она не хочет идти туда еще и потому, что ей не позволят взять Нимерию. Санса говорит, что королевская повозка не место для волков. К тому же принцесса Мерцелла боится их, и Ария это знает. Ария, сказав, что Мерцелла еще совсем маленькая, поймала Нимерию, но только достала щетку, волчица вновь вырвалась на свободу. Ария бросила щетку и крикнула, «Ах ты сквернавка!» Санса не смогла сдержать улыбку. Их главный псарь говорил, что животные всегда похожи на хозяев. Санса обняла леди и хихикнула, когда та лизнула ее в щеку. Ария повернулась и, яростно поглядев на сестру, сказала, что ей безразличны слова Сансы. Она уезжает кататься верхом. На это Санса проговорила, что иногда Ария ведет себя как ребенок. «Ну и ладно, тогда я отправлюсь одна. Так день пройдет приятнее. Мы с леди съедим все лимонные пироги и повеселимся без тебя». Она уже отвернулась, и Ария крикнула ей вслед, что леди тоже не позволят взять с собой. Санса не успела придумать ответ, как Ария и Немерия убежали. Униженная и одинокая, она шла в гостиницу долгим путем, чтобы отдалить встречу с септой. К ее глазам подступали слезы. Она хотела лишь, чтобы все было хорошо и мирно, как бывает в песнях. «Ну почему Ария не умеет быть ласковой и доброй, как Мерцелла? А она предпочла бы такую сестру». Санса не могла понять, почему они так не похожи. Их разделяли всего два года. «Уж лучше бы Ария была незаконнорожденной, как Джон. Она даже внешне напоминала его длинным лицом и темными волосами Старков. Ничего общего с их леди-матерью. Джона же родила женщина из простонародья. Так шептали люди». Когда Санса была маленькой, она спросила у матери, не случилась ли какая-нибудь ошибка? Быть может, ее настоящую сестру утащили грамкины? Но мать рассмеялась и ответила, что Ария – точно законная дочь лорда Старка и сестра Сансы. Девочка поверила матери. Когда Санса вернулась в лагерь, то быстро забыла о сестре. Вокруг повозки королевы была толпа. Серсея стояла на верхней ступени и улыбалась кому-то внизу. Девушка услышала ее слова. «Совет оказывает нам великую честь, мои добрые лорды». Оказалось, что совет прислал из Королевской Гавани почетный караул для короля. Санса хотела увидеть все своими глазами, поэтому позволила леди расчистить дорогу в толпе. Подойдя ближе, девочка увидела двух преклонивших коленей рыцарей. Они были в доспехах, столь прекрасных и пышных, что Санса даже заморгала. На одном рыцаре был панцирь из покрытых эмалью белых чешуек, искрывшихся свежевыпавшим снегом. Когда он снял шлем, Санса увидела седины под стать болезне доспехов. Но старый рыцарь сохранил изящество и силу. С плеч его свисал чисто белый плащ Королевской Гвардии. Спутника его, мужчину лет двадцати, облегала стальная броня, отливавшая густой лесной зеленью. Санса еще не видела такого красавца. Высокий, могучий, россыпь черных волос на плечах. На чисто выбритом лице смеющиеся глаза, зеленые, в тон доспехом. Под рукой он держал шлем, ветвистые рога горели золотом. Сначала Санса не заметила третьего незнакомца. Он не преклонял колени и, отступив в сторону, следил за происходящим. Лицо его избороздили рытвины. Глаза прятались в ямах над впалыми щеками. Он не был стар, но на голове его, над самыми ушами, осталось лишь несколько клоков волос, длинных, как у женщины. Его простая железная кольчуга носила следы времени и частого употребления. Над правым плечом поднималась кожаная рукоять, закинутого за спину меча. Огромный двуручный клинок был слишком длинен, чтобы носить его сбоку. Санса не могла отвести от мужчины глаз. Он, казалось, ощутил ее взгляд и повернулся. Леди заворчала. Ужас! Еще незнакомый Сансе Старк вдруг наполнил ее. Толкнув кого-то, она отступила назад. Сильные руки ухватили ее за плечи. На мгновение Санса решила, что это отец, но обернувшись, увидела обгорелое лицо Сандера Клигана. Рот его кривила жуткая пародия на улыбку. С крыжащущим голосом он спросил, почему Санса дрожит. Неужели он так испугал ее? Это было правдой. Она боялась его с первой же встречи. С первого взгляда на разрушение, причиненное огнем его лицу. Хотя теперь казалось, что Клиган и наполовину не пугает ее так, как тот, другой. Но все же Санса отодвинулась от него. Пес расхохотался, и Леди встала между ними, грозно ворча. Санса упала на колени, обхватила Леди руками. Все собрались вокруг с открытыми ртами. Санса чувствовала, что на нее смотрят. Тут и там раздавались обидные комментарии и смешки. Седьмое пекло. Это лютоволк. А что он делает в лагере? Пес ответил, что у Старков они вместо нянек. Тут Санса поняла, что двое незнакомых рыцарей с мечами в руках глядят на нее и Леди. И вновь ощутила испуг и стыд. Слезы наполнили ее глаза. Она услышала, как королева сказала Джофри подойти к ней. Принц оказался рядом и приказал псу оставить ее в покое. Джофри остановился над ней. Золотые локоны сверкали на солнце, словно корона. Он подал ей руку. Что случилось, моя милая леди? А вы уберите мечи. Этот волк у нее вместо собаки. Он поглядел на Сандера Клигана. Вот что, пес, убирайся. Не надо пугать мою невесту. Пес невозмутимо поклонился и растворился в толпе. Санса постаралась твердо стоять на ногах. Она ощущала себя такой дурой. Она, благородная леди из дома Старк, будущая королева. Она объясняет, что испугалась не пса, а другого человека. Незнакомые рыцари обменялись взглядами. Старик снисходительно сказал Сансе, что сир Иллин нередко пугает и его. Это жуткий человек. А королева добавила, что так и должно быть. Если дурные люди не боятся королевского правосудия, значит, на должность назначили неподходящего человека. Санса, наконец, нашла нужные слова. Тогда вы, бесспорно, назначили нужного человека, светлейшая государиня. Сказала она, и смех ветерком охватил всех вокруг. Хорошо сказано, дитя, заметил старик в белой броне. Как и подобает дочери Эддарда Старка. Считаю за честь наше знакомство. Я, сир Бористан Селми, из Королевской Гвардии. Он поклонился. Когда Санса услышала это имя, то вспомнила все слова, которым ее учила септа. Она сказала, что их встреча – честь для нее. Даже на далеком севере певцы воспевают Бористана Отважного. Зеленый Рыцарь рассмеялся и сказал, чтобы Санса не льстила Сиру Бористану Старому. Он и без того слишком себя превозносит. Ну а теперь, девушка с волком, если ты сумеешь назвать и мое имя, значит, я действительно вижу дочь Королевской Десницы. Джоффри напрягся. Обращайся почтительнее с моей невестой. Санса, чтобы успокоить гнев принца, заторопилась. Она может ответить. На шлеме твоем золотые рога, милорд. Олень – это герб Королевского Дома. У короля два брата. Судя по молодости, ты можешь быть только Ренли Баратеоном, лордом Штормового Предела и Советником Короля. Сир Бористан усмехнулся. Судя по его крайней молодости, он может зваться просто брыкучим ослом. Так именую его я. Все вокруг засмеялись, а первым – сам Ренли. Напряженность исчезла. Санса начала успокаиваться, но тут сир Иллин Пейн встал перед ней. Без тени улыбки на лице. Он не проронил ни слова. Леди заворчала. Негромко, но грозно. Прошу прощения, если я оскорбила вас, сир Иллин. Ответа не последовало. Палач поглядел на нее бесцветными глазами, словно бы срывая с нее одежду, а затем и кожу. Так что перед ним осталась лишь одна ногая душа. Так и не проронив ни слова, он повернулся и отошел в сторону. Санса ничего не поняла. Она спросила принца, неужели она сказала что-то не так? Ей ответил лорд Ренли. Сир Иллин последние 14 лет не ощущает склонности к разговору. Джоффри одарил дядю полным ненависти взглядом, а потом взял руки Сансы в свои, объяснил, что Эйрис Таргариен велел вырвать язык сира Иллина. Королева добавила, что теперь он проявляет красноречие мечом. В его преданности государству нельзя усомниться. Потом она улыбнулась и сказала, что визит к Мерцелле придется отложить. Серсея нужно переговорить с советниками до возвращения короля. Пожалуйста, передай своей милой сестре мои извинения. Джоффри, быть может ты постараешься развлечь наших гостей? Это порадует меня мать. Очень официально поклонился Джоффри. Он взял Сансу за руку и сердце девушки забилось сильнее. Целый день с принцем. Она восторженно поглядела на него и подумала, что он такой галантный и что он уже спас ее. От Иллина и Пса, прямо как в песне. В той, где Сирвин зеркальный щит спас принцессу Дейрису от гигантов. Принц спросил, чем бы ей хотелось заняться. Быть с тобой, подумала Санса. Но не сказала этого, а спросила, чем хочет заняться ее принц. Джоффри предложил покататься верхом. О, я обожаю верховую езду, сказала она. Принц посмотрел на Леди. Волк может испугать лошадей, а его пес пугает Сансу. Пусть оба они останутся здесь и не мешают нам. Как по-твоему? Санса помедлила. Если тебе это понравится, я могу привязать Леди. А я не знала, что у тебя есть собака. Джоффри рассмеялся. Этот пес принадлежит моей матери. Она приставила его охранять меня. Что он и делает? Так ты имеешь в виду пса, проговорила она. Санса готова была ударить себя за непонятливость. Принц никогда не полюбит ее, если она будет такой глупой. Она спросила принца, не опасно ли ехать без охраны. Джоффри и ее слова показались досадными. Не опасайся, Леди. Я почти взрослый и не фехтую палками, как твои братья. Мне нужен только он. С этими словами принц достал меч. Я зову его Львиным Зубом. Так они направились по берегу Трезубца. День выдался великолепный. Даже волшебный. Воздух благоухал цветами. Леса здесь были исполнены мягкой красы, которой Санса не видела на севере. Они обследовали пещеры на берегу реки и загнали сумеречного кота в его логово. А когда проголодались, Джоффри отыскал стоянку и велел мужчинам доставить еду и вино для их принца и его дамы. Они перекусили форелью, и Санса выпила вина больше, чем когда-нибудь прежде. Она пожаловалась, что отец позволяет им одну чашу и то лишь на перу. На что Джоффри, подливая ей еще, сказал, что его невеста может пить сколько хочет. Поев, они отправились дальше. Джоффри пел голосом высоким, чистым и приятным. Голова Сансы чуть кружилась от выпитого вина. Она спросила, не повернуть ли им назад. Джоффри пообещал, что скоро они сделают это. Поле битвы уже рядом. Там мой отец убил Рейгара. Он ударил его в грудь, и тот умер. Джоффри размахнулся воображаемым боевым молотом. Потом дядя Джейми убил старого Эйериса, и мой отец сделался королем. Правда здорово? А что это за звук? Санса тоже услышала его. Заволновавшись, она сказала, что им лучше повернуть назад. Но Джоффри хочет посмотреть, что там. Он повернул коня в сторону звука, и Сансе оставалось только последовать за ним. Шум становился громче и четче. Стучало дерево о дерево. Подъехав ближе, они услышали пыхтение и бормотание. Там кто-то есть. Тревожно проговорила Санса и пожалела, что оставила волчицу в лагере. Джоффри извлек из ножа на львиный зуб и сказал, что с ним она в безопасности. На поляне, возле реки, они увидели мальчика и девочку, играющих в рыцарей. Мечи их были, деревянными палками. Мальчик был старше, на голову выше и сильнее. И он побеждал. Девочка, неряха в грязном костюме, все же умудрялась отражать большинство ударов, хотя и не все. Когда она попыталась ударить его, он отбросил ее палку своей и стукнул по пальцам. Девочка вскрикнула и выронила оружие. Джоффри расхохотался. Мальчик оглянулся, вздрогнул и выронил палку. Девочка яростно посмотрела на них, и Санса ужаснулась. «Арья!» Не веря своим глазам, позвала она. «Убирайся!» Крикнула ей сестра сквозь гневные слезы на глазах. «Что вы делаете здесь?» Джоффри поглядел на Арью, Сансу, опять на Арью. «Это твоя сестра?» Санса покраснев кивнула. Принц посмотрел на мальчика. Нескладного, с грубым веснущатым лицом и густыми красными волосами. «А ты кто такой?» «Мико, милорд!» Пробормотал парнишка. Он узнал принца и опустил глаза. «Это сын мясника!» Сказала Санса. «Мой друг! Оставьте его в покое!» «Сын мясника, который хочет стать рыцарем, так?» Джоффри нагнулся с коня с мечом в руке. «Возьми-ка свой меч, сын мясника!» Велел принц, и глаза его посветлели от удовольствия. «Посмотрим, насколько ты хорош в бою!» Мико стоял замороженный страхом. Джоффри подошел к нему. «Ну, бери же! Или ты сражаешься только с маленькими девочками!» «Она сама просила меня, милорд!» Проговорил Мико. «Сама просила!» Санса понимала, что мальчик говорил правду, но Джоффри не был в настроении шутить. Вино ударило ему в голову. «Ты намереваешься взять свой меч?» Мико качнул головой. «Это не меч, милорд!» «Это лишь палка!» «А ты всего лишь сын мясника, а не рыцарь!» «Но дерешься с сестрой Миледи!» «Или ты этого не знаешь?» Джоффри кольнул острием клинка щеку Микки. Яркая капля крови выступила под глазом мальчика, где меч прорезал кожу. «Остановись!» Завопила Ария и схватила палку. Санса испугалась. «Ария, немедленно прекрати!» «Я не стану причинять ему боли. Большой!» Ответил Арии принц Джоффри, не отводя глаз от мальчика мясника. Ария подходила к принцу. Санса соскочила с коня, но опоздала. Сестра уже ударила обеими руками. Деревянная палка переломилась о затылок Джоффри. Перед глазами потрясенной Сансы все помутилось. Джоффри пошатнулся и оглянулся, выкрикивая угрозы. Мико бросился к деревьям. Ария вновь ударила Джоффри, но на этот раз он принял удар львиным зубом и выбил из ее рук переломанную палку. Затылок принца кровоточил, глаза полыхали огнем. Санса кричала. «Нет, прекратите! Остановитесь оба! Вы все испортили!» Но никто не слушал. Ария схватила камень и бросила в голову Джоффри, но вместо этого попала в коня принца. Гнидой, поднявшись на дыбы, отправился голопом следом за Микой. «Прекрати! Не надо! Прекрати!» Бежала Санса. Джоффри замахнулся на Арию мечом, выкрикивая жуткие грязные слова. Испуганная девочка отскочила. Джоффри следовал за ней, гоня к лесу. Санса не знала, что делать. И тут мимо нее мелькнула серая молния. Нимерия сомкнула челюсти на руке Джоффри. Меч выпал из его руки. Волчица сбила принца с ног. Он покатился по траве и закричал от боли. «Уберите ее! Уберите!» Голос Арии хлестнул ударом кнута. «Нимерия!» Волчица выпустила Джоффри и подошла к Арие. Лежа в траве, Джоффри, застонав, взялся за поврежденную руку. На рубахе его выступила кровь. «Она не причинила тебе боли!» «Большой!» Сказала Ария и, подобрав львиный зуб, встала над принцем, держа меч обеими руками. Джоффри поглядел на нее с испугом и с присвистом вымолвил. «Не бей меня! Я скажу матери! Оставь его в покое!» Завопила Санса. Ария повернулась и со всей силы бросила меч. Он взмыл над водой, а потом, плеснув, исчез в ней. Джоффри застонал. Ария побежала к своей лошади. Когда они с Нимерией удалились, Санса бросилась к принцу. Глаза его были закрыты от боли. Дыхание было отрывистым. Санса встала возле него на колени и сквозь рыдание сказала. «Джоффри, что они наделали? Только погляди, что они наделали!» «Мой бедный принц, не бойся! Я съезжу в крепость и привезу помощь!» Джоффри посмотрел на нее. В его глазах не было ничего, кроме ненависти, смешанной со злобным пренебрежением. «Тогда ступай и не прикасайся ко мне!» В сериале не было сцены завтрака Сансы и Септы, и ничего не говорилось о том, что Санса и Ария должны были ехать в повозке королевы. В сериале нет разговора между Арией и Сансой, и Сир Бористан и Ренли не приезжают на Трезубец. Там только Сир Иллин. В книге Санса и Джоффри ездят по берегам Трезубца полдня, они встречают Арию с Микой далеко от стоянки. В сериале же они находят их после недолгой прогулки пешком. Септа говорит, что хотя Санса хорошая девочка, но когда речь заходит о ее лютоволке, она становится упрямой, как Ария. Как я понимаю, здесь автор показал, что у Сансы тоже есть характер, хотя сейчас он проявляется только в ее отношении к лютоволку. Этим же показана связь Сансы с Севером, леди всегда рядом с ней. Санса находит Арию на берегу реки. Та вычесывает Нимерию и на все аргументы сестры, что их пригласила королева, что их ждут обеих, Ария отмахивается. Ей это неинтересно, ей не нравится королева, в повозке нет окон, да еще и Нимерию нельзя с собой взять. Зачем это Ария, когда ей так интересно с Микой? Они исследуют земли, через которые проезжают, Ария нашла кучу новых видов цветов, увидела льва-ящера, а сегодня так вообще они идут искать ни много ни мало арубины Рейгара. Санса говорит, что так себя ведут лишь дети, но Ария есть ребенок. Ей все интересно, она на все хочет посмотреть. То встречаются башни с призраками, то дикие лошади, то цветы на болоте, которые нужно обязательно добыть для отца. А то, что Ария регулярно тренируется с Микой, показывает, что она выполняет заветы Джона. Он же сказал ей тренироваться при каждой возможности, вот она и практикуется с завидным упорством. Мика выше ее и сильнее. Санса видит, что Ария вся в синяках, значит приходится ей непросто, но она не сдается. А еще Арие нравится общаться с людьми. Она быстро заводит дружбу со всеми, и ей безразлично их происхождение. Она считает Мику, сына мясника, другом, а потому защищает его, как может. Не помогли слова, она кинется на противника с палкой. Не стало палки, бросит камень. Все для того, чтобы Мика успел убежать. Санса же никогда не была такой. У нее все чинно, благородно, а теперь она вообще невеста принца. Поэтому она и не понимает сестру, не понимает, зачем она общается с непонятными безродными людьми. Зачем она ездит на лошади, когда можно ехать в повозке, сидя на подушках. Сейчас единственное, наверное, что объединяет сестер, это любовь к лютоволкам. Санса старается вести себя как леди. Она правильно одевается, говорит правильные слова, ведет себя так, чтобы окружающим это нравилось. Она хочет, чтобы все всегда было тихо и мирно, как в песнях о прекрасных рыцарях и их дамах. И, наверное, она думает, что настоящие леди должны всегда нравиться людям, а потому Санса старается всем угождать, даже Септи. Санса могла сказать, что говорить с Арьей бессмысленно, но она обещает, что поговорит и поговорила. С Джоффри было так же. Он предлагает верховую езду, и Санса говорит, что очень ее любит, хотя это не так. Но она боится, что принц плохо о ней подумает, разочаруется, а потому соглашается на все. В том числе и оставить леди в лагере. Санса не хочет расставаться с волчицей, но раз Джоффри это предлагает, значит, надо соглашаться. И, конечно, из этой главы становится понятно, что Джоффри псих, который получает удовольствие от того, что делает людям больно. Что вы думаете об этой главе? Пишите в комментариях, обязательно обсудим. И не забывайте, мы то, что мы читаем. До скорого. Пока.